I have ways of blowing things up. Эту серию я записываю еще до того, как вышла предыдущая, поэтому я все равно жду ваши комментарии, без вариантов, конечно, мне они нужны, но я пока что съезжу, пойду, съезжу, пойду, гляну модуль Сандры. Это та девушка, которую мы когда-то спасли, теперь она у нас просит достать ей ее модуль память, только обязательно в него не смотреть, я, естественно, обязательно в него посмотрю, потому что пошла она нафиг. Диктовать условия, и мы как бы ей уже сделали одолжение, ну и ладно. Так, потом, прогрузите мне, пожалуйста, спасибо. О, Деламейн, ну да. Рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Ну что, решил, берешь заказ или нет? Свалив закат, пожалуйста. Ты мне так и будешь мозги сделать? Хорошо, я придержу заказ для тебя. До скорого. Ребят, где моя машина? Спасибо. Как бы, вот те игровые условности, которые не надо, например, почему полиция спавнится у меня за спиной, вот. Ау, 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 ау. Да, успокойся. Успокойся, психопат. То, что полиция спавнится у меня за спиной, это игровая условность? Конечно. Правильная? Конечно, нет. То, чтобы машина спавнилась у меня за спиной, когда я ее вызываю, это игровая условность? Конечно. Правильная? Да. Поэтому не надо, когда я вызываю машину, гнать ее. Блин, что ты хочешь? Есть один дурачок, Алоиз Дакен, даром, что имя звучное. Сучонок обманул мое доверие и свинтил из города. Ну и хер с ним. Меня интересует только информация с его компа, который он оставил в Найт-Сити. Глянь, мое письмо, там написано, что делать. Они опасны? Ребят, вы опасны? А, да. Надо было тебя убивать. Ха-ха-ха. Не спорю, смешно. Вы думаете, я тут шутки шучу, да? Давайте пособираем доступ. Что-то вот здесь на столе... Ты где там, мудила? Иди сюда! Где ты, иди сюда! Я хочу с тобой познакомиться. Не убегай от меня. Ну, учитывая, что мне тут нужно было пять сил, чтобы залезть сюда. Давай, выходи, цикл! Так, ментнусь туда-сюда или все же туда, по дороге от... Веслава, Шимборская, лабиринт, фрагмент... Не, спасибо. Ну, давай, гнида, покажись! Ну, где ты? Чувак, ну так нечестно. Ты же хочешь поговорить? Так выйти и поговори. Ну, чё ты? Мне, кстати, я вроде как в прошлой серии смотрел, у меня вес подходит, поэтому надо будет... Обложка красивая. Взять я-то не могу. Не могу взять, говорю. То есть, значок взять есть, взять... Фактически не могу, жаль. Видимо, это был какой-то коллект и был или что-то, но уж как-то вот так. Сообщение два. База в кабуке. Мы для наемника вынесли нашу базу в кабуке. Пришли за торсет и убили моего брата. Я спросил соседей, они говорят, это был амбал из Валентины. Какой-то мелкий звездюк. У меня есть кто-нибудь в посмертии? А, у тебя есть кто-нибудь в посмертии? Может, там знают, кто это. Я их из-под земли достану. Доставай. Хорошо, я выиграл. Помнишь наш старый спор? Я выиграл. Снял с одного мужика 117 кг отборного хрома. Какой-то техник шел со смены в Арою. За ним там чуть ли не ямы в асфальте оставались. Но теперь он уже никуда не дойдет. Ты меня знаешь, я сознательный гражданин. И порчи общественного имущества не потерплю. Короче, у тебя пиво. Напиши, когда проставляешься. То есть чувак ограбил какого-то... Постоянно хочется называть их синтами. Не знаю, это неправильно. Это из полыча. И синты тут ни при чем. Просто. Мне нужно вот это, да? Нужно. Все. Так, это я позабираю. Все, у меня хлам автоматически перерабатывается. Наконец-то, блин, сделали способ купить шоколадку. Но, елки-палки, это настолько неявно. Ну, да, наверное. То есть нужно подойти именно вот в эту кнопочку тыкануть. Не то, чтобы ты подходишь, у тебя открывается какая-то менюшечка. Нет, ты подходишь и начинаешь... Ну, хорошо, хотя бы есть возможность купить эту шоколадку и что-то с ней. Потому что меня это реально огорчало. То, что я не могу купить здесь еду никакую. О, наконец-то я тебя нашел. Иди сюда. Не подавись. А то, смотри, аппендицит выскочит, если будешь с потрохами все жрать. Знаешь, это для здоровья не полезно. Сдохни. Так. И вот это я заберу задание. Последнее подключение. Вот здесь коллектор был нашелся. О, там чё-то вся летовенькая. Позвонить Сандре. Погодите, мне нужно... Ты точно мертв? Хорошо. Мне нужно посмотреть, чё там подобрал у неё, у него. Так. Сейчас просто лутонёмся по-баренькому. Надо будет пушки ненужные. Я вот не знаю, что лучше их продавать или разбирать. И когда разбираешь, вроде как прокачивается скилл. Хотя, наверное, когда продаёшь, теоретически тоже должно прокачиваться какой-то навык. Но здесь нет навыка раз... Эй, а ты тут откуда? Я был внизу. Ты кто такой? Хочешь поговорить об этом? Не знаю, что ты там видел. Я оттуда не хожу и ничего не знаю. И вообще меня заставили. Я был заложником. Да? Сказали, если я попытаюсь бежать, тоже буду на столе. Ты, Лёш. Твоё право мне не верить. А ещё у тебя право на скидку. На какую ещё скидку? Специальные цены для особых клиентов. Таких, как ты. В обмен на... На то, что я забуду про этот подвал? Прекрасно сказано. Просто прекрасно. А. По рукам? По рукам. Я забуду про этот подвал. Замечательно. Тогда заглядывай, если что понадобится. Ну, ты не агр. Что у тебя есть? Так. Это у нас... Уху-ху-ху-ху-ху. Наверное, оставили 30% здоровья, когда остается меньше 15. Его запасы восстановят здесь. Давай. Так, ты у нас что? Наверное, оставили 10% выносливости при... Так, ну... 50% здоровья при активации и восстановлении. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А ты у нас продлевает взлом... так вот я это я купил себе купил хорошо она будет из кибердеки скелет вообще надо посмотреть я же этим ничем не пользуюсь то увеличивает грузоподъемность на 20 процентов увеличивает запас здоровья на увеличивает запас здоровья на 20 процентов так хорошо все стоит каких какого-то бабла да кстати в руки что я могу мне просто тупо бабла не хватит ноги кожа тебя ничего нету ты кто такой повышает все виды сопротивления на 8 процентов 1600 давай хорошо вообще первый раз я получается криперу зашел первый раз прокачиваюсь ну когда-то надо было сделать возможно кстати есть какую-то ересь вставляю так что уж извините иммунная система да это у нас вот эта штука нервная система у нас не хватает бабла лобная доля не хватает бабла как все мило и хорошо но в скелет я могу вставить туда еще перенос дополнительные 20 процентов а зачем мне проще поразбирать все доступные предметы в руки он все просто стоит космически на до руки гориллы клинки богомола а это для рукопашки наверное 119 на 145 плюс 64 78 физического урона то есть получается где-то сто восемьдесят на двести с копейками просто на секундочку посмотреть снаряжение у меня на ноже кухонным 466 фиг ли мне что-то менять ладно ты разбираем знаете чё наверное нужно сделать сейчас у нас есть снайпа ты кто у нас пистолет нет пистолет хорош я не буду трогать который у нас на 191 лексингтон даст один этот на 167 идет под нож а нет он тоже золотой стоп ребят нет нет под нож идет все что белое мы это побыренькому разбираем все что белое нам не годится она скорее всего без всяких бафов и всякого такого так чел а 22b чел ну чао чувак потом с тобой посмотрим что это такое и тебя тоже разберем что нас весом вот у нас веса еще практически 100 уж не знаю чем в чем тут вес измеряется в килограммах наверное или фунт пофиг так немножечко за нож видите есть нож есть кухонный нож то есть есть танто есть мачете кухонный нож там-то и но ножик мы вот так вот сделаем там ты мачете 300 там-то это обычный наш мачете я не знаю зачем него оставлять по сути это этот длинный клинок значит по идее радиус охвата не должен быть одинаковый не знаю так ладно что мне нужно сделать мне нужно журнал чипы зачем зачем быть собой так предисловие другой архивный диалог перелом так а где чип как блин чип который я подобрал аж специально хотел его прочитать я это провтыкал ладно открывайте что ты что-то хотел сказать мне кажется это моё я так не кажется значит говорили про мой любимый клей и так хорошо позвонить с андре ну и фиг с тобой давай позвоним ты нашел мой модуль памяти что сразу к делу ну да нашел и ты прикинь где в норе у мусорщиков какая-то реакция будет на это сандра ты чего да я просто мне рассказали как все было и теперь не могу отделаться от мыслей я догадывалась что мой банк у них не могла же я сама пойти его возвращать почему себе внушить что этих людей больше нет что опасность миновала что с тобой чувак про это лучше говорить не со мной знаешь наверное об этом лучше говорить не со у меня у самого правильного чтобы спец по части но эмоций давай лучше вернемся к делу да извини что-то меня занесло сейчас надо задачи это ты сейчас за мою работу или о чем-то другом спасибо встретиться с андрой стой но я же нажал да я нажал f вы чё а да у нас прозрачные тачки круто я нажал f я хотел на той штуке покататься то есть любом случае раз приходится тормозить об другие машины то я бы по крайней мере тормозил бы эффекта от другие машины угнать что-то абсолютно нереально да я так понимаю хорошо где моя корыто опа подгрузочки подгрузочки модуль памяти погодите встретиться с андрой да-да-да-да-да-да ухабистая дорога а ты кто такой смотри к твоя тачка не пошла менталом а вернулась жизнь словно феникс как так вышло и почему ты заинтересовался это же вроде закрытая глава ты больше не на валан даешься по пустыне с кочевниками с другой стороны было бы глупо не разобраться что случилось прошлом пренебрегать не стоит она любит мстить проверить уведомление это это чё моя тачка в смысле моя тачка которая там я старая на которой я приехал или или про что ты сейчас я не понимаю ладно где там было секретные материалы встретиться с андрой на журнал чипы нет журнал сообщения это таки мура машины в продаже торстон запуск ключи навигатор навигатор включен координата что добыть этого не может чего не может старушка-то ожила а ты про тачку к чему сейчас был этот диалог чувак я прочитал где-то сообщение 10 разных видов ф-физикам ребятушки смотрите что в принципе происходит основная история замут основной истории мне довольно таки нравится но честно интересно делать какие-то побочные задания у меня сейчас нету я их делаю для того чтобы немножечко разнообразить кимплей возможную найдется что-то что меня реально заинтересует даже скажем больше для этого я надеюсь что я сейчас как-то пройду какой-то порог переступлю этот порог вхождения найду для себя какой-то интересный побочный квест мне захочется как-то увлечься что-то сделать вот но пока что она все чувствуется такими картоненьким простеньким посмотрим к чему это приведет то что есть еще встретился мы встречусь в смысле то есть я к ней еду для того чтобы поговорить встретиться вернуть ей вот этот модуль чертов открывай сова где пришел я подожду зачем еще раз стучать сандра и здесь ну как видишь ребят заходите я тут не один из них до сих пор боишься мусорщиков не говорили что ты ничего не будешь помнить так странно похоже что анон 42 был все-таки прав недавно я обнаружил в диком пространстве не исследованы фрагменты сети хотя там было уже был уже там раз 20 скорее всего туда можно попасть только если знаешь нужные параметры это стоило мне недели бессонных ночей на и все-таки по дописала левиафана и прошла в этот сегмент незамеченной по крайней мере мне так показалось очень хорошо потому что выяснилось что анон 42 натравил на меня дозор наверное стоило бы исчезнуть из сети на пару месяцев но как все-таки подозрительно выглядели этих файлов щеков я боюсь ладно неважно доколись уже модуль памяти почему у тебя турель в доме вот и боишься если ты боишься не мусорщиков тогда кого я плачу тебе не за то чтобы ты задавал лишнего ну тогда я пошел ну ты сама об этом заговорила и вообще тебе жизнь спас могу и спросить тебе за это заплатили я была просто предметом заказа вот и не набивайся в друзья так что где мы хорошо тут у тебя стильно спасибо я не хочу отдавать ему дуль памяти она ведет себя как не знаю что я вообще-то заплатить заплатили я это делал потому что ты меня просила про оплату я в принципе вот сейчас только узнал за наблюдают и не только сети какие-то люди сегодня шли за мной всю дорогу до работы когда наконец решил обернуться они счастливы что меня породной но кажется они разговаривали по-русски блин не страшно ручки прикольно то есть у тебя пулемет блин черт побери в квартире чертова турель у тебя записки в которых ты всех боишься у тебя модуль памяти который это ведешься очень может забрать у нет учет ну задать уже этот модуль памяти в черту и все так господи лучшего эти файлы не трогала каждый месяц каждый может стать их марионеткой даже не знаю об этом я эти полет на луну что они там говорят то был человеческий днк или что как знала я не успела сделать скан у меня было время взломать только одну папку да и вообще меня сто процентов заметили не знаю только это был демон и маскировщик или их резидент то есть и куда-то полезла ладно подавись своим чипом не волнуйся в целости и сохранности когда меня просят не волноваться это значит от меня что-то пытается скрыть проект но тут код ясно скажи честно ты посмотрел что там внутри блин я хотел я не нашел просто из-за глупого интерфейса игры я просто не нашел как посмотреть нету профессионалов принято дорожить репутацией хорошо тогда держи за профессионализм добавила небольшой бонус сохранность личных тайн 8 особо увидимся и все персонаж теперь даже не активен и что блин серьезно я прихожу в квартиру у нее куча намеков на теории заговора у нее тут а дальше вы серьезно это весь квест то есть ладно спасти ее на улице ладно я стал поговорить то хоть есть не даже поговорить не могу она просто взяла из задницы ноутбук достала и теперь на нем впечатает блин просто отвратительно я хочу дальше это называется цепочка квестов ребята вы делали ведьмака вы должны это знать хотя ладно ладно тут я немножечко гоню несчетные конечно они делали ведьмака но я ведьмака не играл ни разу поэтому я просто наслышан что там очень разветвленная цепочка квестов что типа ты пойдешь за мукой а потом тебя завертит так что ты потом не знаем а где мне это знакомо по skyrim у поэтому я вполне могу поверить что очень бешеные цепочки квестов могут быть но то что сейчас произошло здесь это было просто срань какая-то честно то есть куча намеков на то что будет какая-то теория заговора какие-то странные люди то то есть это просто отдаем не чип на тебе деньги все свалять сюда к чертям и все и черт побери все давайте я еще одну поеду по бочку сделаю я не знаю вот это мне сейчас страшно разочаровала уличное правосудие какая-то фигня не работа законы убийства немного не то чем она смотри-ка твоя тачка не помню давайте насчет нашей тачки смотаемся посмотрим блин вот это сейчас было разочарование причем с того момент как это задание у меня появилась я вот очень устойчиво не хотел брать делать и потом ну блин ладно рекламка конечно четыре километра и фаст тревела нигде нету отлично поехали если по пути может быть увижу какой-то фаст тревел то воспользуюсь жаль очень жаль то есть блин был такой потенциал с этого можно было выкрутить кучу всего причем поймите ребят сторонних квестов и так не очень много причем о посмотрите на эту чудесную серую машину вы видели ее порт фишка в том что один из моих знакомых которые на данный момент игру уже прошел он не такой говорит поиграй сторонние квесты там очень интересно там очень круто очень прикольно возможно я просто не туда смотрю кстати это не издевка это вполне возможно что вот мне просто повезло на неудачный квест и я просто не нашел еще что то просто по сути на данный момент здесь мы с вами вот в конце прошлой серии перечисляли по человечески сторонних квестов 45 если не шариться по городу и специально не пылесосить какие-то сторонние квесты они шарюсь я по городу в поисках квестов тоже по одной простой причине что город мертвый абсолютнейший то есть все нпс все что здесь входит она неадекватнейшая он опять же в конце прошлой серии мы с вами подходили там парочка сидела на скамейке там они обнимались или чё то такое на ней же абсолютнейший никакие у них даже реплики не прописаны вы мне сейчас тоже можете сказать что мне звонит с квестами я сам от них отказываюсь потому что это блин везде одно и то же пойди убей пойди пристрели пойди это я хочу что-нибудь чего ну zz прочитать сообщение z блин реакция видеть какая запоздала то есть вот купить машину это квест спасибо не хочу вот все вот эти вот работы наемникам слушая тебе заплачу никто не сделает эту работу лучше тебя и всякое такое во первых насчет никто не сделает эту работу лучше тебя посмотрите на эти сильные машинки какая замечательная прогруженная график нет я знаю я обещал с самого начала что я не буду сильно стебаться по графону я в конце концов в итоге не буду это вносить в чудовищный минус потому что ну это это болезнь игры а вы знаете над болезнью смеяться это плохо эти машины которые не прогружаются причем ребят ну давайте честно у меня не картофельный компьютер у меня нормальный компьютер и опять же игра у меня сейчас идет на средне высоких нет не туда как видите идет она довольно плавно и свои 60 fps она спокойно вытягивает и все нормальные нету никаких рывков никаких вылетов перестрелки проходят нормально то есть явно на это забьем так вот рекламка такая была мэйн да дарка готовитесь рядом с местом пропажи транспорта хорошо поищу по неизвестным не причинам определения координат невозможно точное местонахождение не установлены скипли пожалуйста так вот ребят два фактора первый это фактор как бы вам это сказать все считают что я лучше в городе кто вам скажет что я лучше в городе до работы с дэксом мы вообще были мелкими сошками то есть мы делали какие-то мелкие работы тут и там нам же сами говорили что квадро 60 очередной продажи тачки на мы говорили что это проход высшую лигу и высшую лигу мы запороли например вот откуда всем вдруг в городе знать что мы лучшие что происходит милитех черт надо пойти разобраться поговорить с тобой можно в какую ты чё несешь какую макаку почему с вами нельзя поговорить ребят там я хочу понять что с ними происходит давайте поговорим что они натворили почему вы их задержали возможно вы ошибаетесь возможно еще что-то дайте заметь поговорим осматриваю территорию молодец засиделась я на месте если жить надоело так вышиби себе мозги самостоятельно ясно ясно давай безрезки а теперь беги я не знаю зачем я это делаю то есть ребята из мили тех а по идее вообще у меня же вот это бобинь из мили тех а есть которая зачем я это сейчас сделал то есть ну вот я еду был какой-то ну типа ивент хоть машину вас уберу на мили теховской тачки поезжих эти ребята убежали и по моему уже даже растворились не то что убежали если захочешь если захочешь по-моему по большому не кусаешь кое-что подходящее ну вот реклама тачок нормально так вот та фишка насчет того что я говорил изначально нету никакой информации что он лучше в городе и вся эта фигня с другой стороны нам предлагают кучу заказов и кучу контрактов на деньги скажите в нашей нынешней ситуации нафига нам деньги когда я чуваку осталось четыре дня жить там разбой да давайте посмотрим что за разбой вот вот хорошо это был не случайный ивент куда я вмешался вот случайный ивент давайте посмотрим что он из себя представляет то есть я сейчас уже пытаюсь выискивать какие-то моменты за что можно это все сделать а меня просто грохнули то есть или я не по уровню или еще что то такое да вот это еще маленькая фишечка которая меня раздражает я не вижу уровень соперников то есть я не могу понять стоит ли мне вообще в это сейчас вмешиваться или нет пока не вмешаюсь то есть так понимаю что стрелять в них сейчас тоже бесполезно а что если на тачке раздавить то что она горит это нормально или нет вода горит и она не управляемая вообще так но на машине на особенно на тяжелый задавить можно кого-то это я все я доездился доездился ну ты медленно ну я сюда явно не по уровню они мне с 3-4 патронов сносит понятно то есть рандомные ивенты они не скалированы даже от того что происходит есть какие-то а возможно кстати нет не рандомные ивенты возможно это именно какое-то задание по обезвреживанию кибер психов которые мне дали не сделать абсолютно ничего то есть вон тот у кого я тачку отжал милитехи на обочине обезвредить нарушителей найти улики да да до свидания ах да это не скеллированно с моим уровнем поэтому я могу запросто в такое место куда меня убивают с трех патронов тоже все хорошо ивент на дороге с милитехами это мог быть реальный ивент если бы это прописали но это не был ивент это была просто декорация то есть ивент это где ты можешь по поучаствовать а декорация это где ты проезжаешь мимо и такой о прикольный проехал дальше то есть это декорация поэтому я говорю что собственно мир здесь сто лет не видели с подругами что рассказывай как надо вытащить со свалки одну штуку пока какие-нибудь придурки не разнесли ее на куски подробности я отправила в письме вот свалка просканировать свою старую машину крылья и багажник на хрен прожавели в целом кузов вроде держится как дела под капотом да заглядывай же о движок теплый только недавно заглушили но я забрал поехали новая катушка зажигания свечи распредвал кто-то подлечил так а это что масло сменили но она старая слили с другой развалюхи кто-то почистил вентилятор и залил новую тормозу только вот разбавленную ну ладно все ясно по моему даже в наше время никто чего да это моя тачка и что же ты бросил ее ржаветь она сломалась потому у тебя рук не было почему потому что она сломалась и я облачность шагового электродвигателя в смысле давно она так как раз механик очень хороший начала бы с электродвигателя быстрее бы вышла много ты понимаешь он часто клинит очистишь его от копоти остатков масла и будет как новенький а я дроссель целиком заменила у нас будет новый дроссель только владелец может знать тачку до винтика бывший владелец это теперь моя тачка как только она заведется я свалю из города в клубах сизого дыма он еще не заводится . разговор оставь машину оставь машину себе да цепь привода только ржавая и что лучше замени а то поддашь газу и хана быстрее тридцатки сейчас лучше не разгоняться погоди так что я могу ее забрать да забираешь ее забрать мне она все равно без надобности в городе от нее толку мало доброй тебе дороги умничка не знаю что и сказать но и но кочевник решила сесть бывает же так какой из него кочевики планы когда у тебя в голове тикает бомба с часовым механизмом а во 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 если тебя это утешит бомба с часовым механизмом тоже не в востоке я знаю джонни не обижайся ладно погнали отсюда меня тут прямо мурашки активно еще диалоги с тобой нет все по за по окончанию квеста диалоги с персонажем абсолютно не активны так к открыть капота я могу открыть багажник капот чуть я открыл а это багажник такой хорошо хоть что-то ну то есть это приятно такая штука была че вильям такая штука была в мафии когда ты мог подойти к машине открыть капот багажник это приятно это всегда хорошо тут ставлю плюс абсолютнейший так что ладно то есть опять же мы приехали посмотрели на свою старую тачку могли поругаться с ней могли отдать машину и что развитие всего этого мы перли сюда 5 километров если чем сегодня у нас будет серия сторонних квестов так что уж извините ребятушки если вы надеялись на продвижение по основной наверное сегодня я пытаюсь найти себя в этой игре познать zen и найти тот сторонний квест который приведет меня в восторг уличной правосудие стражи беспорядка красный пророк вот сюда и не пойду потому что очень высокий и ну его нафиг взрывной характер королева автострад королева автострад полагаться на первое впечатление взять хотя бы клэр барменшу из по смерти которая повернута на уличных гонках не нужно если нужно доза адреналина загляни к ней в гараж она тебя обеспечит понятно это гонки все что гонки все что стрельба все что драки все что охота наемник это все это все фигня потому что все не нужно в данной нашей ситуации уличная правосудия мне вот это интересно давайте сгоним посмотрим сколько туда явно кто-то продумывал физику этих автомобилей нет это было и рот ну то есть мы с вами сегодня посмотрели на сторонние сюжетки на одну на другую мы посмотрели на рандомные ивенты на один на другой вот поехали сейчас еще посмотрим на третью сюжетку просто на основе этого ну как вам сказать если я сейчас скажу да выйдет и пленами не тормозит вообще все машины не тормозят если я вам просто потом скажу что я не делал там эти ну второстепенки потому что они интересны вы мне потом скажете а ты пробовал вот пробую ребят честно у меня на самом деле не очень интерес к этим второстепенным но вот пробую для того чтобы составить полную картину об игре так что все по-честному все нормально здесь в этой серии мы с вами немножечко отступаем вот основного пути потому что основной путь как я говорил у нас был такой у нас осталось неделя чтобы не сдохнуть наш персонаж замотивирован на то чтобы замотивирована то чтобы как можно скорее найти решение своей проблемы ведро сюда пожалуйста то есть вот эту что колесо прогрузилась по пути блин реально они прогружаются все по пути такого же фига машину мне телепорт нити сюда пожалуйста что с тобой спасибо нет ребят куда мы поехали она уехала без меня уехала без меня сбила меня же и уехала без меня это восстание машин отдай мне свою тачку валяй отсюда к чертям это бедро уехала без меня серьезно знаете в чем прикол это то что называется трэш то есть когда настолько плохо что даже хорошо вот сейчас был вот этот момент настолько 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 отвратительный что даже смешно стой ну стой ты стой выйди что за глюки протормажу тебе не жалко столько наклеек было на тачку перевести так и в 5 чет нас хотят давайте глянем и в 5 прошло до прошло все нормально тачка респектабельная к столу и вели у вас машин стать 5 5 добрый день я джекерсон пирались а это говорил с моей женой элизабет нашу да ладно и так в чем заключается работа картер поехали вот это хороший подход сразу к делу время деньги ваши мои время день особенно моё полагаю что и ваши туда же не деньги а по ты же что-то элизабет как ты наверное знаешь мэр люциус райан недавно скончался до слышал мы хотим узнать как это произошло но дело уже закрыто вроде следствия по делу уже закрыты разумеется полиция очень быстро доказала что смерть наступила по естественным причинам райан умер дома якобы отказ кардио импланты но нас настораживает нападение кибер психопатов мэрии за несколько дней до этого по версии полиции эти события никак не связаны вы думаете это была смерть от снуз серьезно так хорошо откуда подозрения с чего вы взяли что в полиции ошиблись у вас есть улики незадолго до смерти райан задумал резать бюджет департамента полиции а ну так собственно найти брейн-данс с нападением кибер психопата наш начальник охраны не нашел ничего подозрительного но нам нужен кто-то кто хорошо разбирается брейн-данс я них узнал буквально неделю назад брейн-данс надо вернуть на место сегодня же иначе у многих будут неприятности если согласишься помочь можно сразу и посмотреть ну поехали хорошо посмотрю что можно сделать замечательно будем тебе признательны если хоть как-то сможешь прояснить чувак у тебя рот не открывается и чревовещатель они кстати ездят не пристегнутыми это неправильно никогда не ездите не пристегнутыми это очень опасно для вашей жизни всегда пристегивайтесь а то будете сбивать пешеходов моя машина и вы убьетесь ну ладно о привет привет у нас тут привет чувак это я хочу спросить что ты тут делаешь но это ведь и мой мозг правда правда согласен и в этот раз не надо снимать жопу телочек все внимание на мэра понял это официальные записи выглядите на должное соответствующее чё там шифтом меняется вторая пресс-конференция за три дня не понимаю чего ради мы собрались вот поэтому я мэр а ты нет сейчас особенно важно быть на виду иногда надо отдыхать отдохну вечером так но реал и королевы году да конечно хорошо но все иди надо порепетировать вороны королевы тебе это о чем-то говорит где в кракет играют и розы красят а потом королева короче так бы и сказал что ничего не знаешь от хорошо мне нужно стоп и зажать мне нужны визуализация визуализация так shift вот этот чувак кто такой этот холл понятия не имею для меня не все на одно лицо следующая визуализация пауза что можно то есть что можно визуализировать вот это решение произошло буквально как только они ушли выглядит как будто это было задумано или псих просто улучшил момент и воспользовался шансом не впадай в паранойю надо порепетировать так а минутку подождите здесь дальше нельзя риверворд полиция полиция пускаю будет подождет это важно мне нужно поговорить с начальником охраны мэра после конференции скоб хотел что-то передать охране ну да что он станет в очередь желающих лизнуть жопу райну угу стоп визуализация что ты увидел стой 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 подожди чувак ты что-то увидел ты что-то увидел у него на нем не на нем где визуально очень маленький кусочек очень маленький фрагментик второй заходит этот это мы сейчас вот этим занимаемся да так стоп звук так стоп визуализация так не то сейчас это не настолько удобно как мне хотелось бы его имплантами можно хромировать полгорода наверняка все так и было тело пропало из морга никто ничего не видел а потом какой нибудь коп прикупил себе новую тачку и пижонские шмотки ты этого копа за руку ловил или так треплишься да я уже столько в жизни видел что мне не нужно никого за руку ловить и люди не меняются ну то есть треплишься нет стоп 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 вот этот момент терминал завис как раз в тот момент когда он проходил через рамку это не случайно да но бывают и более удивительные совпадения например например трахнешь телку и ее сестру в один и тот же вечер а потом выясняется что не обе монашки с тобой правда такое было? нет ну могло же это смешно как мне послушать так так вот после конференции что за мелодия не узнаю мелодия? которую он напевает я бы не назвал это мелодией поет и поет да это была аудио улика он в трансе нет стой отойди ну все по идее выйти аааа уфа блин как из этого выйти? воспроизвести паузу зажать перемотать перезапустить режим воспроизведения переключить слой а выйти как? F уфа 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 блин я забыл как из этой фигни выйти ааааа и в этот раз не надо снимать жопы тёлочек и на мэра понял? это официальный записи блин там нету выйти и все меня выгружает нет а как не таб таб режим изменения режим воспроизведения перезагрузить переключить слой как не выйти отсюда? блин серьезно? сейчас погодите так 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 ребят пришлось загрузиться полностью перепройти этот момент эээ потому что у меня оказывается тупо зависло все то есть в этот раз когда я согласился на просмотру брейнданса произошла анимация того как я вставляю чип в этот визор и отключаюсь до этого у меня видимо в машине еще все зависло и сейчас наконец-то у меня появилась чертова кнопочка Х или Х которая чтобы закрыть которой вы как вы понимаете не было можете вот посмотреть буквально отмотать секунд 15-20 назад этой кнопочки не было и выйти из брейнданса было невозможно м мотивация для прохождения сторонних заданий ладно что блин ребят чтобы вы понимали все эти баги происходит не потому что у меня компьютер перегружен у меня компьютер сейчас работает на 64 процента при всем этом у меня хватает полностью всего и видеокарты и проца и оно все не перегружено игра себя так ведет с вот такими всеми прогрузками и догрузками что ты думаешь у нас паранойя или ситуация и правда подозрительно а почему я карлик дядя 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 почему я я вышел из машины я остался такого же роста как я сидел блин я бы на свою тень сейчас посмотрел можно как-то на свою тень посмотреть почему я чертов карлик ладно ты вернулся прекрасно так вернуть чип слишком рано делать выводы думаю что-то в этом есть думаю случайное стечение обстоятельств случайно нет я думаю рано делать выводы я думаю что что-то в этом есть хотя рано делать выводы он он находился под каким-то гипнозом ладно да как то все это очень а я стал скорточек опять сел на корточки подозрения не напрасно я могу блин я это кто-то полицейский кто-то полицейский кто-то полицейский спас Райана что такое вот что такое дворолы королевы дворолы королевы извини без понятия впервые слышу ага кто такой холт кто такой холт заместитель мэра и его цепной пес сейчас он идет на выборы о чем была эта конференция о чем была эта конференция да ни о чем Райан просто любил выступать перед восхищенными массами и потом на себя по телеку смотреть насколько я помню официальной темой было снижение уровня преступности в Найт Сити Райан собирался этим похвастаться в смысле снижение Райан объявил пасифику независимой территории ее статистика перестала идти в зачет города да ясно ловко а кто этот полицейский что известно про полицейского который спас Райан это детектив Ривер Уорд хороший малый мы не раз с ним работали если хочешь с ним поговорить я могу это устроить Уорд Уорд чуть ли не урод я позвоню уроду да охрана мэра так же направлена из полиции охранники мэра тоже из полиции нет все они подобраны холтом и работают в корпорации хотя среди них есть и бывшие копы а у кого есть доступ у кого-то кроме охраны мэра был доступ к терминалу только у полиции но все сходится на полицию понятно хорошо уорд появился так вовремя или это невероятная удача или хорошая информированность мне нужно и то и другое неплохо сказано пересылаю его контакт если что-то еще понадобится мы поможем только скажи о я наконец-то смог встать с корточек для этого кнопка просто не срабатывала поговорите с Джефферсоном позвоните Уорду Деламейл рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов ясно это случайно не он? нет, просто тачка так Т Уорд да, это да, да, да Слушай, с кем я говорю? Меня зовут Ви я расследую смерть Люциуса Райна Расследуешь? Ты не из полиции А, это я купить могу машину я работаю на Пиралесов, блин напрашивается чуть другая рифма, ладно Эй, ты слушаешь? Нет, не слушай, чувак на, вот это Я работаю на Джефферсона и Элизабет Пиралес Пиралес, Пиралес Пиралесов не менее любопытные Я собираюсь выпить кофе в мордатом бизоне сейчас подъеду понял, хорошо хорошо, вот это звучит как что-то многообещающее вот это задание с расследованием звучит как что-то интересное и многообещающее давайте где моя машина-убийца где ты? почему тебя ждать приходится? блин, ёлки-палки это игра в которой, серьёзно, полицейский телепортируется тебе за спину но при этом машина никогда не подъедет к тебе быстро она тупо будет стоять в пробке, блин, и ждать, потому что здесь авария аааа это просто как биздец ладно, и пять всё, ребяточки на этом тогда серию заканчиваем честно? ну честно, давайте по тому, что случилось сегодня в этой серии эээ вы дебилы? ну, видимо, да эээ по тому, что случилось в сегодняшней серии вы можете сами посмотреть ну, побочки и окружающий мир здесь ну, практически никакущие, не знаю вот это вот интересная побочная по крайней мере, мне интересно, что будет дальше как всё будет развиваться посмотрим, чем оно закончится и посмотрим мы в следующей серии Путин дурдом вот из этого будем исходить эээ уже уже наши из этого выводы будут исходить будем ли мы дальше ещё хоть одно побочное задание щупать или наверное, с этого всё с нас хватит всё, ребятушки спасибо, что были с нами всем удачи добра бобра а, это Деламейн бешеный ездит и тут всех разбивает и меня толкнул поэтому ви слава богу мне, наверное, нужна твоя помощь где сбросить телефон наверное ну, хорошо мне нужна твоя помощь давай встретимся у меня нет времени особенно на тебя гури это вопрос жизни и смерти я серьёзно где красная кнопка у меня тут тоже вопрос жизни и смерти прости до свидания у нас тут бешеный Деламейн крушит всё серьёзно, опять вот мы мне сейчас скажите эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как я должен его останавливать вот знаете вот то что сейчас здесь творится с долом это веселее чем то что происходит здесь на побочках все ребятушки всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а